Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Это внешняя сторона территории возле первого дома по проспекту Юбилейному. Чистый тротуар, подрезанные деревья, прибранная дорожка. А вот изнанка этой территории заросшие акации, высокая сухая трава и поломанные ветки деревьев. В таком положении территория находится уже несколько лет, хотя прежде за этим местом внимательно следили и ухаживали. Раньше у нас было очень чисто, красиво. Акации все подрезали. Так было. Дети вот играли, выходили на прогулку. А сейчас вот акации заросли, никто за ними не смотрит, никому ничего не надо, как говорится. Вот так хочется, чтобы было очень красиво. Все-таки это проспект юбилейный. По сути, здесь раньше размещался небольшой сквер. Здесь были красивые кустарники и даже клумба. Сейчас от былого великолепения осталось и следа. Более того, территорию даже не убирают. Рядом проходят с метлами сотрудники ЖЭУ, ухаживающие за придомовой территорией. Школьники ментут территорию возле тротуара во время субботников, но все они делают минимум работы, не углубляясь в территорию. На той неделе убирали только за тротуаром у дороги. И все. Больше ничего. А этот участок так и остается. ЖЭУ убирают они полтора метра от дома, от стены. А остальное вот здесь мы сами срубаем, сами убираем. Об этом месте не вспомнили даже в юбилейный год, когда буквально весь город приводили в порядок. В прошлом году юбилей был. И юбилей обошли нас. Хотя у нас город, улица-то какая она. И все на проспект идут. Проспект вроде хороший. А этот угол у нас такой вот грязный. Сколько мусора, сколько бутылок. Иногда сами убираем, а иногда уже не хотим ничего делать. Потому что нет интереса. А участок-то красивый, если его сделать. Жители дома признаются, что им в одиночку сквер не убрать. Ведь проживают здесь в основном пенсионеры. А для уборки территории понадобится техника и физическая сила. Именно об этом они просят городские власти и ответственные службы. Возможно, благодаря их участию эта территория вновь будет радовать горожан чистотой и яркими красками. Лариса Миронова, Валерий Зазулин. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова